Искали украинских военных, под Харьковом коллаборанты получили подозрения. Харьковская областная прокуратура установила банду коллаборантов, которые разыскивали украинских военных и патриотов в Купянске во время оккупации Харьковской области, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на телеграм-канал Харьковской областной прокуратуры. По данным следствия, в июле прошлого года 40-летний мужчина согласился на предложение российских военных и стал командиром, так называемого, взвода патрульной службы, в составе, Управления внутренних дел, в оккупированном тогда Купянске, целью этого органа, было подавление какого-либо сопротивления военной оккупации со стороны гражданских лиц, насаждение преступной политики и уклада жизни РФ, а также совершение актов расправы над гражданами, не желавшими поддерживать «русский мир», сказано в сообщении, к работе в псевдоправоохранительном органе мужчина привлек еще троих своих «побратимов». Правоохранители обнаружили, что его 30-летний знакомый занял должность «полицейского взвода патрульной службы». Еще двое мужчин в возрасте 34 и 32 лет стали «полицейскими водителями». Четверо коллаборантов выявляли лиц из числа участников АТО, лиц, проходивших службу в СУ, органах МВД, Национальной гвардии и украинских патриотов. Кроме того, они выискивали у населения оружие для последующей его передачи оккупантам. Также, полицейские, патрулировали город и вместе с российскими службами, несли службу, на блокпостах, написано в посте, решается вопрос об объявлении всех участников банды в розыск. Ситуация в Купянске. Город находится в 40 километрах от границы с Россией и в 8 километрах от оккупированной территории Харьковской области, поэтому его постоянно обстреливают российские военные. На днях во время обстрела многоэтажки в городе пострадала женщина. По словам губернатора Харьковской области Олега Сенегубова, на город бросили управляемую авиабомбу. Российские войска оккупировали Купянск в первые дни полномасштабной войны. В августе 2022 года в СУ начали контрнаступление в Харьковской области и 10 сентября 2022 года освободили город от захватчиков – коллаборанты в Украине. Сегодня, 4 октября, СБУ заявило, что против 14 митрополитов церкви Московского патриархата начато уголовное внедрение. Они работали на РФ, также мы писали о задержании двух интернет-коллаборантов, призывавших «присоединить» Николаев и Запорожье к России. Установлено, что они агенты российской разведки, срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.